Карачаевский театр готовит к показу комедийный спектакль «Директор Бани». Впервые он был поставлен на сцене в 1975 году. В течение еще многих десятилетий оставался любимым и проходил при полном аншлаге. И вот после 20-летнего перерыва труппа Карачаевского театра решила возродить любимую постановку, но уже в совершенно новом варианте. На генеральной репетиции директора Бани побывала Мадина Каракетова. Сцена в Чапаевском с тех пор, как Карачаево-Черкесский драматический театр закрыли на реконструкцию, а национальные театры передислоцировались в села и аулы, а жила в буквальном смысле. Здесь то и дело звучит музыка, разрывается от команд, голос режиссера, раздаются реплики актеров. Труппа Карачаевского театра репетирует комедийную постановку «Хамам на директоры» – директор Бани. Зрители старших поколений прекрасно помнят предприимчивого и хитрого Сарабаша Токмаковича Цапсашарова и его глуповатую несуразную секретаршу Алтынчач, которые в течение получаса смешили доколик в животе зрителей. Директор Бани, он, конечно, легендарный спектакль. Это была одна актовая пьеса. Написал ее Шахар Биевзеев. И еще в 75-76-е, в 8-е годы мы ее как одна актовую пьесу ставили. Но там, конечно, проблемы были не те, которые мы сейчас уже ставим. И она была нами, нашим театром была сыграна на гастролях и у нас более тысячи раз. Тогда играл директор Бани Агбаев Азрет, а его заместитель Качагара играл я. И вот спустя два десятилетия после последней постановки народный артист Карачаева Черкесии и Кабардино-Балкарии, директор Карачаевского театра имени Шахарби Алиева Руслан Гачияев решил возродить комедийный спектакль, но немного в другом контексте. А идею подсказало место действия – баня. В бане все открытые, все открытые, все, что угодно можно говорить, там 3-4-й. И я вот нашел такой вариант, что можно наши проблемы, которые есть у нас в стране, и эти проблемы очень большие. Я просто не хочу открыть секрет, о чем этот спектакль, но поверьте, что зритель сразу будет узнавать в наших персонажах то, что происходит. Об этом и фильмы показывает, об этом во всех странах ставится, и фильмы ставятся, и спектакли ставятся. Ну вот решили мы именно внутри бани решить такие глобальные государственные проблемы. Новый директор бани – двухчасовой спектакль вместо четырех актеров. Как в первоначальном варианте, в нем задействованы 10. И по словам автора новой постановки Руслана Гачьяева, от старого директора Хамама он оставил только место действия. А героев, события, тематику изменил до неузнаваемости, так сказать, осовременил, подогнал под сегодняшний день. Сначала идею режиссер Хамзат Урусов и актеры театра восприняли весьма уныло. Слишком серьезная и неинтересная тема – политика. Но в процессе работы оказалось, что только на первый взгляд. Когда в первый раз заикнулись о том, что будем делать, Руслан прочитал пьесу, ну, как бы, ну, такая государственная тема, неинтересная получается. Потом, когда уже стали входить туда, ну, там другие совсем отношения, там более острые, там, ну, рассказывать не хочется, чтобы заранее люди знали. А там такие ходы острые, что приходится выворачиваться всем, и вот эта фантазия каждого в этом, участие в этом, оторвать свой кусок пытаются все, начиная от дворников, то интересно. Может, кому-то будет и школа, может, какая городская баня и перейдет. Опыт наш переймет. И сама главная героиня, странноватая секретарь Шалтынчач, которую играет популярная эстрадная певица Зульфия Чучаева, которая в старом варианте директора «Хамама» превращается из простушки в настоящую стильную красавицу, в новом варианте также удивит не только внешним преображением, но и правдой своей личности. Самое главное для меня то, что я играю главную роль именно в карачаевском спектакле. Это тоже для меня что-то новое. То есть сказки были, а такой важной, ответственной роли именно на родном языке не было. Поэтому я очень хочу попробовать себя именно в карачаевском спектакле. Дается любая роль, очень сложно, но я думаю, у меня во мне много желания, чтобы перебороть все эти трудности, сложности. Новый директор Бани – комедия оста-сатирическая, гротесковая. И, как обещают авторы и режиссер, она будет очень музыкальная, танцевальная, своего рода проба первого карачаевского мюзикла. В труппе карачаевского театра после двухгодичного перерыва в работе не терпится представить свою работу на суть зрителей. Но остается открытым вопрос, когда. Ведь свои коррективы в жизнь республики, в том числе и культурную, внес ковид-19. Водина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район.